Опасный период пандемии показал, что в Одинцовском городском округе немало людей, которые всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Волонтеры стали поддержкой для жителей, которые в силу возраста или состояния здоровья попали в группу повышенного риска и не могли выходить из дома во время самоизоляции. Те первые испытательные четыре месяца показали, что как все было трогательно и грамотно сделано по отношению к той категории жителей Одинцовского городского округа, которым помощь была необходима и она была конкретной. Зачастую в поддержке нуждаются люди старшего поколения. Во время первой волны пандемии волонтеры доставляли им продукты, медикаменты, дезинфицирующие средства, защитные маски и оказывали любую необходимую помощь. Делать это они продолжают и сейчас. Это до аптеки сходить, лекарства приобрести, продукты. То есть вот мы все помним, март-апрель это, конечно, это был ужас. То есть, безусловно, если бы не волонтеры в целом, я не знаю, как бы мы справились с этой задачей. К волонтерскому движению присоединились и сотрудники телекомпании Одинцова. Журналисты, операторы и водители тоже помогали жителям округа во время пандемии. Весной удаленный режим работы позволил мне и еще одному оператору нашего телеканала Станиславу Трифонову помогать пожилым людям. Мы брали заявки. Это было совершенно не так много, как хотелось бы, потому что мы все-таки работали. Но мы ездили к бабушкам, дедушкам, покупали им продукты, приносили им домой. На самом деле волонтерская деятельность затягивает, я хочу сказать. Порой активистам приходилось трудиться практически круглосуточно, не считаясь ни с личным временем, ни с риском заразиться коронавирусной инфекцией. Выразить слова благодарности волонтерам приехала Лариса Лазутина. Вот этот позыв, эта помощь идет от сердца. Сейчас мы живем очень достаточно сложное, весь мир живет достаточно сложное время. И именно ваша помощь, ваш отлик, ваше участие, ваша помощь, она очень сейчас нужна. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков подчеркнул, что актуальность работы, которую выполняют волонтеры, не снижается. И также поблагодарил всех добровольцев. Конечно, актуальность, важность этой работы, ее трудно переоценить. Она очень востребована, очень важна, очень нужна нашим жителям. Поэтому, вот еще раз пользуюсь случаем, то, что передо мной стоит видеокамера, выражая всем волонтерам большую благодарность, признательность за то великое дело, которое они делают. Волонтеры получили почетные грамоты от Московской областной думы и благодарственные письма от Совета депутатов Одинцовского городского округа. Награждение приурочили ко Дню добровольца в Подмосковье. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...